Нина Федюшкина известная дмитровская художница, которая является постоянным и желанным экспонентом музейно-выставочного комплекса. За время плодотворного сотрудничества с музеем наша героиня и не может точно припомнить, сколько выставок прошло с ее участием, в том числе и персональных. Но каждый раз художница не перестает удивлять зрителя своими новыми работами. Я думаю, что сегодня для нас, для всех действительно очень интересное событие, в котором у нас есть возможность принять участие. В честь своего замечательного юбилея мы опять с вами встречаемся с очень светлым и прекрасным творчеством Нины Георгиевны Федюшкиной. Мы с вами ее знаем на протяжении очень многих лет, и мы знаем, насколько светлой и замечательной ее работы. Мы знаем о том, что где она черпает свое вдохновение, а вдохновение она свое черпает обычно в Крыму и, конечно, на нашей родной дмитровской земле. И мне хотелось бы, конечно, от имени всех вас поблагодарить ее, прежде всего за ее творчество, за преданность своему любимому крану России. В экспозиции, которую представила на этот раз художница, собрано произведение за последние несколько лет работы. «Пути дороги» – так называется новая персональная выставка Нины Федюшкиной, которую дмитровская художница посвятила своему 70-летнему юбилею. Эта выставка у меня приурочена к моему большому юбилею. В общем, мне было 70 лет, и я решила сделать большую выставку. Самые ранние работы, ну не то, что они ранние, у меня раньше еще есть, то, что я здесь экспонировала, значит, полуграфические работы 1985 года, потом живописные работы 1987, 1988, 1989, 1990 годы и дальше, и дальше до последнего года, до 2023 года. В принципе, каждый год, наверное, все-таки какая-то работа есть. Путешествия расширяют Кургазор, меняют представление о мире, а натурам творческим, особенно художникам, дает импульс для создания произведений искусства. Мне очень нравится Крым, Италия, Франция. Что вот я могла там, где проехала, что могу теперь воспроизвести, или раньше это делала, особенно Крым. Нина Федюшкина – плодотворный художник. На этой выставке представлена порядка ста ее живописных произведений. Большая часть картин написана за последние 2-3 года творчества. Но есть несколько работ, которые относятся к раннему периоду творчества художницы. Перед нами еще и человек, настолько преданный своему делу, преданный… Кстати, быть художником очень сложно, потому что помимо искусства есть быт и очень много чего. Так вот, этот человек, из которого можно брать настолько пример, потому что в искусстве мало художников-женщин. Вам просто повезло, что вы их видите у нас в Дмитровском районе, они есть, но их мало. Излюбленными сюжетами Нины Федюшкиной являются морские пейзажи, лавандовые поля, стройные кипарисы, море, незатейливые, но очень душевные сценки из жизни детей и близких. Мы будем говорить о нашем большом художнике, который очень много делает для нашего союза. Например, Нина Георгиевна все время организует выставки. Эти выставки в Ловне были по дню «Женский март», 8 марта. Это были выставки, и сейчас они продолжаются, в православной библиотеке. И также Нина Георгиевна курирует несколько наших художников-любителей, которые у нас тоже в союзе. Вот, делает вместе с ними работы. Нина Федюшкина посвятила искусству всю жизнь. И на протяжении всего творческого пути остается верна своей излюбленной живописной манере, ставшей ее визитной карточкой. Зависит от натуры, то есть как ты воспринимаешь цвет, как ты его можешь передать, какое тебе ближе, какие тебе ближе выражения. То есть выражения в этом, в живописи не так выражения. И у меня была большая планка такого, что я должна была достичь. Я поставила себе слишком высокую цель, но чем выше цель, тем, наверное, лучше что-то получится. Я поставила планку Питер Брегель, и вот сколько лет я пыталась приблизиться хотя бы к нему. Это мне помогало. А теперь у меня другая цель. Теперь я хочу написать виноградники лучше Ван Гога, а сирей лучше Рубеля. Вот что получится, стараюсь сделать. Нина Федюшкина ведет активную выставочную деятельность. Есть в ее копилке экспозиции в США, Австрии, Польше, Финляндии, Греции, Франции и Швеции. Ее работа находится в коллекциях многих стран и городов России. Более подробно о творчестве художницы мы расскажем в программе «Творческая гостиная». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова